Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Подготовка к карнавалу и борьба с незаконными врезками в ливневке. Эти темы стали главными на планерке главы Сочи. Нарушили и остались без воды. Из-за несанкционированного сброса сточных вод жителям нескольких домов на Целинной придется запасаться водой. 200 тысяч детей летом посетят лагеря и оздоровительные площадки. Все городские проекты стартуют 1 июня. Всемирный день спортивного ориентирования в Сочи пройдет в два этапа. Причина – почти полторы тысячи участников. Футбольное будущее Кубани показали президенту. Владимир Путин посетил детскую академию футбольного клуба «Краснодар». Вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края глава государства побывал на тренировке воспитанников школы. Этот спортивный интернат – один из самых крупных в Европе. Сегодня в Краснодаре Владимир Путин проводит заседание президентского совета по развитию физкультуры и спорта. На нем обсудят совершенствование системы подготовки спортивного резерва, а также национальный план борьбы с допингом в российском спорте. Более 200 спортсменов примут военную присягу в Сочи. Торжественный ритуал состоится на медальной площади Олимпийского парка 27 мая. Более 200 членов сборных команд России по 33 олимпийским видам спорта присягнут на верность Отечеству. В числе призывников – два заслуженных мастера спорта по тхэквондо Владислав Ларин и Альберт Гаун, а также 13 мастеров спорта международного класса. Воинскую клятву произнесут серебряный призер юниорского финала гран-при по фигурному катанию Александр Самарин и победитель финала Кубка России Артур Дмитриев. Многие из тех, кто пополнит ряды военнослужащих, представляют зимние виды спорта и входят в список спортсменов-кандидатов в команду России для подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане. Одним из торжественных мероприятий станет принятие сочинских школьников в ряды всероссийского движения «Юн армия». Летний сезон в Сочи откроется уже в эту субботу, как всегда торжественно и с размахом. Жители и гости курорта смогут стать свидетелями традиционного карнавального шествия «Не про шляпь свое лето» – тема торжественного события этого года. Начнется праздник 27 мая в 7 вечера. Планируется, что в шествии примут участие более 30 колонн – около 3000 человек. Зрители увидят порядка 30 ярких тематических платформ. В этом году ведущими будут известные герои из сказки Льюиса Кэрролла «Шляпник» и «Алиса». И неспроста. Тема праздника – шляпный карнавал, а главная особенность и изюминка – разнообразие головных уборов. От площади Зимнего театра участники пройдут по курортному проспекту до площади Южного мола Сочинского морского порта. На протяжении всего пути зрители смогут не только посмотреть нашествие, но и пообщаться с его участниками во время интерактивных программ и презентаций на пяти специально организованных арт-пространствах. Платановая аллея, площадь у Сочи-Плаза – место основной презентации колонн. Здесь же будут находиться трибуны с гостями и жюри. После шествия – гала-концерт на Южном молу. Выступления коллективов участников карнавала будут транслироваться на все экраны арт-пространств и площади Южного мола. По традиции, после концерта жюри выберет лучших участников карнавала, их ждут награды и подарки. О подготовке к карнавалу говорили сегодня и на традиционном планерном совещании при главе Сочи. Кроме того, по-прежнему актуальной остается и тема сброса канализационных стоков на рельеф и в море. Рейды продолжаются по всему городу. От воды и канализации отключают не только частные дома, но и многоквартирные, а также крупные объекты общепита. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Несмотря на то, что карнавал пройдет по улицам центра Сочи, Анатолий Пахомов дает поручение – чистыми и благоустроенными должны быть все районы города. Ведь многие туристы приедут в Сочи специально на праздничное шествие, в честь открытия курортного сезона поселятся и будут отдыхать в разных его частях. Карнавал – это открытие, или традиционное даже открытие, по сути дела, значит, пляжного сезона. Пляжный сезон для нашего курорта – это основной сезон. Сезон надо открыть достойно. А чтобы открыть достойно, естественно, надо подготовиться к этому открытию. Вот не только центральный район, но и другие районы города должны привести все в порядок. Прежде всего, конечно, это чистота. По-прежнему актуальным остается и вопрос сброса канализационных стоков, отмечает мэр. С начала года специальной комиссии провели порядка 300 рейдов и обследовали более 2800 объектов. По 76 адресам выявлен сброс хозфекальных стоков на почву, в море и ручьи, а также незаконные врезки в ливневые сети. «Коллеги, главнее сейчас задачи, чем перекрыть вот эти все стоки, нет у нас. Мы видели безобразие, с каким относится водоканал опять к этим задачам. По закону все делать предупредили за 10 дней и пришли, отключили». В Сочи от воды и канализации отключат не только небольшие частные дома без жизненных благ за грубое нарушение природоохранного законодательства, за что, кстати, грозит уголовная ответственность, остаются многоквартирные дома, частные гостиницы и прочие объекты бизнеса. Недавний пример – известный в Сочи ресторан «Замок Двин». Результаты проверки показали – заведение сбрасывает неочищенные стоки, а ресторан большой, наверняка с неплохой прибылью. Комиссия пару недель назад его отключила от воды и сегодня вновь осмотрела место отключения, чтобы проверить, нет ли самовольного. На воротах вот такое объявление. На очистных сооружениях ресторана трудятся специалисты. Одним словом, грубые нарушения устраняются. «Проведена изоляция полностью, это специальным раствором. Переделаны входы. Видите, трубы новые переделаны. Высота была неправильная. Сейчас оно сохнет, всё это дело». Комиссия проверяет – в ресторане действительно нет воды, залы пустые. Администратор добавляет, в том числе и вечернее время. «Организация общественного питания в соответствии с санитарными нормами и правилами не имеет права заниматься деятельностью на привозной воде. И хотел бы предупредить граждан города Сочи и отдыхающих, скажем так, в случае оказания таких услуг организации общественного питания ресторанам Занка, Двин, проинформировать Роспотребнадзора для принятия соответствующих мер». Ну а меры – это закрытие ресторана на срок до 90 суток, что, конечно, невыгодно заведению в высокий сезон. Ну а устранить все замечания и подать заявление на повторное подключение к воде ресторан планируют до конца мая. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Нарушили и остались без воды. Из-за несанкционированного сброса сточных вод и невыполнения технических условий водоканала жителям нескольких домов на улице Целинной придется запасаться питьевой водой и срочно решать зловонную проблему, как именно расскажет Инга Габешия. Чтобы определить состав воды в этих природных ручьях, не нужно привлекать лабораторию. Все понятно по запаху. Сюда стекают фекалии, которые скапливаются и переливаются из выгребных ям частных домовладений, что на улице Целинной. На сегодняшний день специалисты насчитали 16 нарушителей природоохранного законодательства. Каждого из хозяев не раз штрафовали. Авоз и ныне там. Глава города лично приехал на место, чтобы определить причину, по которой коммунальные контролирующие организации, такие как водоканал и Росприроднадзор, не решают данную проблему. На встрече с жителями выясняется, подключаться к централизованной канализации горожане и не собирались. Говорят, дорого. На получение водоснабжения не экономили, а вот на подключение к канализации денег жалко. У вас дома, извините меня, пожалуйста, недешевые. Вы посмотрите, там гостиницы. Там частные гостиницы. О необходимости решить зловонную проблему Анатолий Пахомов говорил жителям Целинной еще два года назад. Самостоятельно они не справились, впрочем, как руководители коммунальных предприятий, например, водоканала. Главная претензия городских властей к этому предприятию – слабый контроль за исполнением собственноручно выдаваемых тех условий на водоотведение. Что касается жителей, то одними штрафами за нарушение природоохранного законодательства дело не обойдется, подчеркивает глава города. Далее идет ответственность, вплоть до уголовной. Чтобы прийти к консенсусу, Анатолий Пахомов предлагает сочинцам подключиться к канализации соседней новостройки. Застройщик свое согласие уже дал. Вот видите, колодец подключайтесь к нему. Я очень надеюсь, что и водоканал повернется лицом, потому что водоканал должен прежде всего сделать трассу, трассировку трассы очень быстро, оперативно. И, конечно, нужно найти такую трассировку, чтобы она была не такая уж дорогая. А люди должны понять другое, что они нарушители, и пока они должны запастись водой 10-15 дней, значит, пока не будет построена канализация, с пониманием относиться к этому. Анатолий Пахомов взял ситуацию под личный контроль. Дойдет ли дело до суда, сейчас снова зависит от оперативности и благоразумия сочинцев. Инга Габеша, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Ночью и утром 24 мая в Сочи ожидается сильный дождь, местами гроза. Также по данным МЧС в горах выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в горы. Ну и в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. К другим новостям. В Хостинском районе Сочи изъято более 50 пачек незаконно реализуемых сигарет. Таким образом подтвердилась поступившая в полицию информация о том, что вблизи одной из школ незаконно торгуют табаком. В результате было установлено, что в торговом павильоне, расположенном на расстоянии менее 100 метров от школы, ведется торговля сигаретами. В магазине стражи порядка обнаружили и изъяли 53 пачки табачной продукции. В отношении индивидуальных предпринимателей были составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией товара. Рев моторов хорош только за городом. С этим согласились и байкеры, и власти Сочи. В преддверии летнего курортного сезона ГАИ организовала встречу с представителями мотообъединения курорта. Цель встречи – профилактика ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. Начальник ГИБДД Сочи Олег Федотов поднял вопрос о несоблюдении скоростного режима и выезде на встречную полосу. Заместитель главы города Ирина Романец озвучила не менее важную тему, волнующую жителей Сочи. Это шум отревущих глушителей мотоциклов. Он особенно мешает в ночное время. В свою очередь мотоциклисты заверили всех участников встречи, что правила они выполняли и будут выполнять. А вот что необходимо им сделать, так это провести работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди мотоциклистов, которые не входят в мотоклубы. Также было запланировано проведение совместных профилактических акций на дорогах города и размещение социальной рекламы по профилактике ДТП. Дождливая погода вносит свои коррективы в дорожную обстановку, сообщает сайт Сочи Объектив. Количество ДТП в непогоду увеличивается. Несколько дней назад в Сочи перевернулся грузовик, а сегодня на улице Транспортной и на марка Рено. По словам очевидцев, за рулем была девушка. Сведения о пострадавших в скорую помощь не поступали. Из-за аварии до обеда на Транспортной образовался небольшой автомобильный затор. Я напомню, что в среду 24 мая в центре Сочи пройдет крестный ход в честь Дня славянской письменности. В связи с этим с половины десятого будут перекрыты улицы Виноградная, Егорово, Курортный проспект, Несебрская, Москвина и Орджоникидзе. Ну и к другим новостям. Сочи выберет тех, кому доверяет. Уже на этой неделе. 28 мая состоится предварительное голосование по кандидатам в депутаты ЗСК от партии «Единая Россия». Проще говоря, партийцы решили проверить, кто из выдвиженцев пользуется большим авторитетом у горожан. Как пройдет предварительное голосование, обсудили на заседании городского отделения «Единой России». Сочи разбит на три округа – морской, курортный и непосредственно сочинский. Всего в крае 28 мая праймери состоятся в 35 округах. Так же, как это будет проходить 10 сентября на настоящих выборах в ЗСК. В каждом из округов будет выбран лидер-одномандатник. Плюс к этому в целом еще 35 человек пройдут по партийному списку. И вот кто эти люди в списке, сочинцы могут определить уже сейчас. Это хороший задел. Заранее можно взяться, заранее можно подготовиться к выборам. И естественно, что для нас очень важно увидеть реальные результаты за каждого кандидата, чтобы в принципе сделать правильный выбор. К слову, выдвинуть свою кандидатуру на праймери смог не обязательно партиец. Главное, чтобы человек имел местную прописку и не был судим. Для голосующих же только одно ограничение – сочинская прописка. 28 мая в городе будут работать 43 пункта предварительного голосования. Их адреса можно уточнить несколькими способами. Есть два сайта. pg.er.ru – это федеральный сайт. kubany.rf – это наш краснодарский сайт. Кроме того, мы опубликовали на этой неделе в газете «Новости Сочи» полностью всю информацию по этим участкам. Кроме того, можно позвонить по телефону 2-64-51-20. Результаты праймерис будут известны через три дня. Но итоговый список кандидатов в депутаты ЗСК от «Единой России» будет утвержден на партийной конференции в конце июня. Завтра в школах для выпускников прозвучит последний звонок. Им предстоит сдача экзаменов. А остальные ученики просто уходят на летний отдых. Именно о том, как будет для них организовано лето, говорили сегодня на заседании межведомственной комиссии, которую провел глава города Анатолий Пахомов. А началось все с хоккея с мячом перед администрацией центрального района. Анатолий Пахомов сам взял в руки клюшку, чтобы оценить, какой спортивный инвентарь будет в летних детских лагерях и на дворовых площадках. В Сочи организуют работу 105 детских лагерей с дневным пребыванием на площадках управления образованием, культуры, департамента спорта. У нас хороший опыт. И сейчас вот на совещании, по большому счету, при помощи наших и партий «Единая Россия», и других общественных организаций, мы, по большому счету, спланируем наш летний отдых, чтобы каждый ребенок действительно смог оздоровиться, получить возможность и отдохнуть, и поработать, и подготовиться к новому учебному году. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. В ней будет задействовано 200 тысяч школьников. Каждый ребенок сможет воспользоваться несколькими предложениями провести лето и в лагерях, и в турпоходах, и на детских площадках. Глава города ставит задачу не допустить беднадзорного, нахождения скучающих и ищущих небезопасные занятия детей на улицах и во дворах. Сегодня на выставке были представлены только некоторые элементы из того, чем можно занять летом девчонок и мальчишек. Будь то военно-патриотическое воспитание или вышивка, одним словом, от бисероплетения до робототехники. А так мы показываем с целью, мы хотим проводить роботизированные курсы для молодежи. Ну, как бы, естественно, привлечь интерес к электронной технике. Многие дети получат бесплатные путевки от Крымого Министерства труда и социального развития. 170 детей уже отдохнули в здравницах края в течение весны. Каждая путевка обходится краевому бюджету в 27 тысяч рублей. Но на молодежи не экономят. Особое внимание детям и семьям в трудной жизненной ситуации. Активность ожидается на детских игровых площадках в вечернее время. Там, по традиции, будут работать студенты. Их принято называть аниматорами, но организаторы проекта площадки нашего двора объясняют студентам, сегодня недостаточно только развлекать детей, нужны воспитатели и педагоги. Ведь и задумывался этот проект для того, чтобы уменьшить подростковую преступность и научить школьников летом заниматься полезными и увлекательными играми. Мы провели большую работу по привлечению и партнеров, и спонсоров, которые нам приобрели и различные игры интересные. То есть это не будет просто, как люди вышли, посидели, поиграли и разбежались. Нет, в этом году мы хотим сделать нашу программу под девизом «Нереальное лето». Более ста студентов посетят этот обучающий семинар. Для всех студентов города был сегодня проведен обучающий семинар. Каждый из тех, кто будет заниматься с ребятами на площадках, готов проявить творчество. Методички по работе с детьми добровольцам раздадут, как и спортивный инвентарь. Есть более видение того, чем надо уже заниматься с детьми, потому что там контингент всегда разный. Есть те, которые три года, приходят без родителей и по 12 лет. Их нужно как-то собрать. И, соответственно, уже я примерно понимаю, и действия есть, конечно, как их всех в одной игру завлечь. Мы заступаем с моими однокурсницами как раз первого числа, и это день защиты детей. Ну, я надеюсь, на семинаре нам подскажут какие-то новые игры, может быть. В этом году у каждого вуза и СУЗа есть свои закрепленные площадки. Таким образом, проект площадки нашего двора стал более упорядоченным и разнообразным. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Ответ «Я не знаю» не принимается. А городским волонтерам рассказали о правилах работы на предстоящем Кубке конфедерации FIFA. Сегодня студенты и старшеклассники, решившие стать добровольцами на спортивном мероприятии, прошли второй этап обучения. Направление сегодняшнего тренинга «Моя функция». Городским волонтерам в течение нескольких часов рассказывали о ключевых навыках, которым они должны научиться, а затем и использовать в работе на мероприятиях Кубка конфедерации. Трудиться же ребята будут в трех точках. Это центр неаккредитованной прессы, информационной палатки и так называемая «Последняя миля», то есть непосредственно сам стадион Фишт. Мы разбираем, как работать в команде, как правильно подавать слово, как правильно работать с болельщиками и гостями города. Ведь основная задача городских волонтеров – это показать гостеприимство города Сочи. Правил для волонтеров немало, но главное – никогда не отвечать на вопрос фразой «я не знаю». Я поняла, что волонтеры – это лицо города Сочи. От волонтеров многое зависит, и умение встречать гостей – это очень важно. Изначально была цель, чтобы найти новых друзей, чтобы познакомиться. И я узнала, что мне предоставится возможность улучшить навыки английского языка, получить какой-то опыт. Успех мероприятия зависит от слаженной работы всей команды волонтеров. Поэтому важно, чтобы каждый из ребят понимал и разделял миссию каждой функции, отмечают в оргкомитете ФИФА. Третий и последний этап обучения пройдет перед стартом Кубка конфедерации в июне. Всего же город подготовит 1130 волонтеров. Только 15% успеха зависит от вашего IQ. Остальное – вопрос эмоционального интеллекта. В этом уверена одна из самых успешных женщин страны – Ирина Хакамада. Как развить в себе этот самый эмоциональный интеллект, она расскажет в Сочи. Эмоции есть у всего животного мира, а настроение только у человека. Эмоциональный интеллект, уверена Ирина Хакамада, – это сознательное управление эмоциями. Превратив это качество в навык, можно легко добиться успеха там, где раньше задачи казались неразрешимыми. Мастер-класс «Эмоциональный капитал. Ключи от всех дверей» пройдет 31 мая на площадке Хаят Риджинси Сочи. В программу входят такие пункты, как управление своими эмоциями, включая умение мотивировать себя, построение команды на эмоциональном капитале, управление бизнес-конфликтами путем управления эмоциями и многое другое. Начало мероприятия в 19 часов. Уточнить детали можно по телефону 2-957-867. Сайт мероприятия – hakamadasochi.ru Сборная России по фристайлу в Могуле прибыла на первый сбор олимпийского сезона в Сочи. В состав сборной включен бронзовый призер Олимпийских игр Александр Смышляев, пропустивший предолимпийский сезон из-за травмы. Вместе со Смышляевым в составе сборной России Максим Михайлов, Андрей Махнев, Регина Рахимова, Екатерина Столярова и Марика Пертахия. Сегодня спортсмены провели одну из самых зрелищных тренировок на батутах. Отработка каждого прыжка – процедура тщательная. Ранее, как сообщает портал «Весь спорт», президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что у организации сложная финансовая ситуация из-за слабой популярности фристайла у российской аудитории. Но на полноценную подготовку ведущих спортсменов деньги найдутся. В течение 10 дней сборная будет работать над общефизической и функциональной подготовкой в Сочи, после чего 3 июня команда отправится на снег в Европу. Всемирный день спортивного ориентирования в Сочи пройдет в два этапа. Причина – свыше полутора тысяч заявок на участие. Наибольшее количество желающих – из 15-й гимназии. К старту мирового проекта активно готовились и ученики, и педагоги. Предоставив свою территорию и подготовив спортивную карту, школа стала главной ареной спортивного дня. Расскажет Татьяна Говоркова. «Найти на территории гимназии 4 контрольных пункта. Вот таких вот». Что такое контрольный пункт и как его отыскать на карте? Некоторые участники с этими вопросами сегодня столкнулись впервые. Поэтому перед стартом каждый класс проходил вводный инструктаж. Ознакомившись с задачами, ребята разбегались в поисках спрятанных контрольных точек. Всего по территории 15-й гимназии их было 15. «Сойдем. Прискак. Все, побежали туда». Как правило, состязание по преодолению дистанции проходит в незнакомой для участников местности. В этой части учеников 15-й гимназии правила были проще, но не менее интересны. Ориентирование по школьной территории началось с раннего утра и завершилось только к вечеру. Бежали все. С 1-го по 11-й класс принимают участие все ученики нашей гимназии. Плюс к нам присоединились детский сад, плюс к нам присоединились родители, плюс присоединились педагоги, и в том числе я бегу. В чем приятный момент проведения этого мероприятия? У нас огороженная территория, поэтому с точки зрения безопасности это очень удобно. Проявив инициативу, собрав больше тысячи участников, 15-я гимназия стала главной ареной Всемирного дня ориентирования в Сочи. Инициатива проведения – это Международная федерация спортивного ориентирования. В прошлом году впервые провели в мире, свыше 80 стран участвовало, более 250 тысяч человек на всех континентах участвовали. В прошлом году мы как-то пропустили этот праздник, но в этом году мы решили это сделать. И я очень признателен на гимназии номер 15, они вышли с предложением сделать именно на их территории. На самом деле здесь как бы интересно и лесочек есть, и полянки есть, и для ориентирования вообще идеальное место. В программе сочинской эстафеты самый распространенный вид спортивного ориентирования соревнования по выбору. Это значит, что отыскивать контрольные пункты участники могли в любом порядке, но в заданном количестве. Для старшеклассников нужно было отметить на карте не меньше 12 точек, для ребят помладше – 6, а первоклассникам найти всего 4. Помогали им родители, которые с не меньшим азартом проходили всю дистанцию. Не в первый раз мы участвуем, посвящаем детям какие-то дни спортивные. И задания были легкими, вместе, группой бегали, эмоции просто зашкаливает. Бегали с детьми, как маленькие, проходили все преграды. По итогам старта в каждом классе определили лидеров, им вручили медали. Сувениры и памятные дипломы достались всем участникам Всемирного дня ориентирования. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм – оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...